Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии Радио Болтком, программа «Без антракта». Я ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. И в гостях в студии режиссер Георгий Сруков. Доброе утро. Доброе утро. Поговорим сегодня о том, что у тебя начается премьера в начале октября. Первое-второе. Прямо первое число октября. Это «Даугавпилс». Не чужой тебе город, не чужой тебе театр. Ну давай мы сначала тогда расскажем все-таки слушателям о тебе, что ты учился здесь, закончил академию и уже был студентом, когда начал работать и что-то делать. Правильно? Ну, настоящий мой спектакль, за который я получил деньги и который вошел в репертуар, как раз был спектакль в театре «Даугавпилс» по пьесе Ивана Воропаева «Валентина в день». Это был мой дипломный спектакль. Но можно сказать, что с этого началась профессиональная карьера, потому что до этого я тоже пытался делать, но это было так все. Ну, ты стартанул в «Даугавпилс». Да. Это был спектакль для малой сцены. Это даже, ну да, на малой сцене это вообще была не сцена. Мы сделали спектакль в фойе третьего этажа. Это была закрыта территория театра. Там был отдельный вход. И театр не использовал. Второй балкон, и театр его никогда не использовал. Ну, сейчас там сцена. А сейчас там, ну, так получилось, да, что... Ее сложно назвать сценой. В театре называется экспериментальная сцена, но в целом это фойе с плиткой, с низким потолком. Такое странное пространство, очень-очень длинное. Узкое и длинное. И там мы сделали первый спектакль. Ну вот и сейчас там играют спектакли, как я понимаю, периодически. Хорошо. Сколько ты всего спектакля сделал «Даугавпилс»? Ты можешь сразу так сказать? Я могу назвать. Назови, конечно. Это был первый спектакль, был «Валентинов день» мой дипломный. И потом я сделал спектакль «Темная аллея» по рассказам Бунина. Он, по-моему, до сих пор идет. Это, мне кажется, мой самый долгоживущий спектакль. А потом мы вместе с Олегом Шапошником делали «Чайку». Я в какой-то момент, я начинал даже как режиссер ее репетировать, потом я стал играть Тригорина там, и уже Олег Шапошников, как режиссер, ее доводил до ума. Это та «Чайка», которая идет сейчас в двух частях, в двух весах. Вот первая, да, я имел отношение к первой, ко второй уже нет, она уже после меня появилась. Но это как бы не моя самостоятельная работа, но я принимал там участие. Потом был спектакль, наверное, один из самых любимых моих спектаклей, потому что всегда можно сказать, когда ты понимаешь, что что-то там получилось или нет, но мне кажется, это, наверное, самый мой удачный был спектакль. Это все она по пьесе Иванова. И этот спектакль получил Золотой... Ой, Золотой Молоск. Получил Spellman Act. Вот, да. Потом был спектакль «Пять вечеров». И потом, наверное, «Человек из Подольска». Ну, это уже был период ковидный. Да, да, да. Но «Человек из Подольска» был, по-моему, до ковида, в год до ковида, потом был ковид, и все. И сейчас у тебя вот после перерыва первый спектакль будет, да? Первый спектакль после перерыва в «Доугавпилском театре». Но ведь вы в «Доугавпилском театре» делали еще и фестиваль. Да. Это было почти, сколько, семь лет назад, восемь лет назад. Да, он... Да, это вообще... Это теплые воспоминания мои. Но этот спектакль начался у нас в 2013 году, как раз когда я закончил и делал Валентинов день, и я предложил Олегу Шапошникову сделать этот фестиваль, за что я ему очень благодарен, что он так легко согласился на это. И три года подряд мы его проводили. Это был фестиваль моего... Ну, он называл «Стелпа Даугавпилс», пространство «Доугавпилс». И суть его заключалась в том, что мы приглашали команды, пять команд из разных стран, которые состояли из режиссера, драматурга и художника. Приглашали одного... Ну, это же не руководителя, а вдохновителя, гуру. К нам приезжал «Угаров», к нам приезжал «Вражбит». Последний год был без водителя. И мы придумывали разные темы. Первый год – это тема была «Город», второй год был «Бунин», и, честно говоря, третий, вот сейчас так не вспомню, что было. И разные команды из разных стран неделю... Ну, это фактически, как сейчас лаборатория принято делать, но задача их была в течение пяти дней найти материал, написать короткую пьесу, и в пространстве крепости Далговпилской. Первый год – это был только госпиталь, это заброшенное здание дореволюционное, сильно дореволюционное, которое сейчас в абсолютном запустении, но с невероятной атмосферой и мощью. Вот мы сначала первое делали в этом госпитале, а на втором уже мы развернулись на всю крепость, там можно было использовать и пороховые склады, и на улице, что угодно, да. Ну и третий тоже был такой свободный. И благодаря этому фестивалю в театре появилось огромное количество новых имен. Там ставят ребята, с которыми я учился в Кракове, и мои однокурсники здесь, и такая команда стала международной. Ну вот мы сейчас говорили тоже с Олегом Шапошниковым о новом сезоне, и о том, что театр говорит уже на нескольких языках, спектакль делается на нескольких языках. Ну давай тогда мы придем к твоему новому спектаклю, который у тебя здесь в Далговпилсе. Когда вы решили его делать? Ну, во-первых, я очень давно хотел поставить спектакль ужасов. Я не знаю, как это по-русски, это странно всегда звучит, как-то непонятно. Ужастики, ну как-то так по-детски вроде, да, но по-латышски звучит хорошо. Шаус мустаастый, да. Ну, ужастики, да. Я хотел давно сделать ужастики в театре, потому что это такой жанр не очень распространенный в театре, и мне давно очень хотелось, и только я не мог найти никакого материала. Тут я совершенно случайно в книжном магазине увидел книжку, которая называется «Латвия шаус мустаастый». И мне кажется, ну, сразу я понял, что это тот материал, который я искал и ждал уже давно. И я приехал к Олегу Шапошникову. Я давно хотел, собственно, вернуться в Далговпилский театр, потому что пандемия, и все, сначала театр вообще не работал, потом Олег долго восстанавливал репертуар, который пострадал во время пандемии. И как-то театр невозможно было начать работать там. И вот сейчас как раз совпало. И мы тоже такое чудо, которое редко такое происходит, но мы, по-моему, в мае с ним встретились. И в августе я начал работать. Ну, то есть это вот прям работа всего этого полугодия, да? То есть как бы придумано, предложено, принято, и пошла в работу сразу. И сразу премьера. Это будет спектакль на какой сцене? На большой. На большой, да? То есть прям уже все, на большую сцену выходишь. Потому что во время пандемии ты же тоже делал человека с Подольска, который был, в общем, для малой сцены придуман, как я понимаю, да? Да, он был на большой сцене, но в камерном формате. Да, для того, чтобы соблюсти все вот эти вот правила показа спектаклей в условиях пандемии. Скажи, пожалуйста, вы работаете на латышеском языке. Это книга на латышеском языке, это книга про латышские страшные истории, сказки какие-то, да, которые выросли уже в какие-то просто истории. Она авторская написана, я как понимаю, писателями Латвии, да? Да, это сборник рассказов, в котором собраны, собственно, рассказы ужасов от конца XIX века до сегодняшних дней. От Александра Гриина до сегодняшних молодых ребят, вообще тех, которых я знаю, вы писали. И все даже мои коллеги и друзья латыши очень удивляются, что неужели у нас есть рассказы ужасов. Как-то все знали, еще школьные программы, там есть один рассказ, который у нас в спектакле тоже мы используем. Клусы от Семени, Тихие гости, которые в школьной программе есть. Это единственный рассказ, который... Которые изучают школьники. Да, остальные просто никто не знал эти рассказы. Тебе случайно попалось в магазине. Еще очень смешной, не могу не рассказать шутку, адпись Розенталс написала в Facebook, мне очень понравилось, что в Долгопилском театре готовят в день выборов, готовят премьеру в Атвечу Шаус Мустасты. Я показал, что это очень иронично. Понятно, но будем надеяться, что все-таки у вас все останется на сцене, а в политику все-таки придут не ужасы, а наконец-то что-то разумное, разумное, спокойное, выдержанное. Звучит концептуально, но это совпадение. Да. Скажи, пожалуйста, работаете вы на латышском языке? Книга написана на латышском, работаете вы на латышском. Театр ведь работает на разных языках, это делал спектакли, и на русском языке, и на латышском языке. Для тебя эта работа какая... Ты же делишь свою жизнь, или делил, я не знаю, как сейчас твоя ситуация, в какой-то ситуации находишься. Ты же ученик еще Виктора Рожакова, и много делал работ в России. Как я понимаю, твои последние работы были еще в этом сезоне какие-то, да? В этом нет. Нет, уже не делал в этом? Нет, вот в этом сезоне, который был, который закончился весной. Да. Ты работал в Театре «Современник». Да. Сделал там несколько спектаклей. Для тебя работа на двух языках, она является органичной. Вот что ты в этом... Как ты в этом себя находишь? Я же до этого очень много на латышском языке ставил. Я ставил и в Национальном театре, и в Алмирском театре два спектакля, и до этого в Дёрд и Дилл, и, в принципе, для меня ничего нового переключаться. Ну, ты вырос на латышском языке, да, и учился. Я, собственно, начинал с того, что я делал спектакли на латышском языке. Я и учился на латышском языке, и первые мои спектакли были на латышском языке. В Латвии на русском я мог только в Далку пился ставить. Все остальные мои работы были на латышском языке. Поэтому в какой-то момент ставить на русском для меня было чем-то странным. Когда я вдруг понимаю, что я могу на своем родном языке говорить с артистами, и мне легче, естественно, объяснять им то, что я хочу. Сейчас было немножко сложнее переключиться обратно. Я помню, когда я только приехал, я долгое время не говорил по-латышски, ну, просто не было необходимости у меня. И когда я начал только репетицией, я понимаю, что я говорю в голове по-русски что-то, и медленно начинаю переводить. И моя речь была просто заторможенная совершенно, потому что я каждое слово пытался перевести. Вот сейчас мы уже месяц отрепетировали, и все. У тебя вернулся язык, и все в порядке, да? Все в порядке, и я уже думаю по-латышски. Сколько ты времени провел в Нелатвии? Сложно ответить на этот вопрос, потому что я не могу сказать, что я пробыл в Нелатвии. Я все время был, я все время жил на две страны. Я никогда не уезжал, не приезжал. Для тебя в России это твой учитель, и это те работы, которые там с этим связаны. Так я понимаю, да? Ну, в России это мой учитель и семья. Поэтому я все равно всегда ездил туда-сюда и жил на... Ты имеешь в виду жену, потому что мама твоя, твоя семья, в которой ты вырос. Это латышская семья, которая русскоязычная в Латвии. Да, моя семья, моя мама, мои родственники здесь, в Латвии. Моя жена и ее семья в России, в Москве. Такая же ситуация у моей сестры. Поэтому мы так вот ездили всегда. Поэтому я никогда никуда не уезжал, не переезжал. У меня вещи... У меня с собой один чемодан, и вещи здесь, вещи там. И я просто минимум беру с собой. Скажи, пожалуйста, в Москве это театр «Современник». Это легендарная труппа, это известные артисты, это... И Таганка. И Таганка, да? Ну, все-таки «Современник», не менее легендарная на Таганке. А что на Таганке ты сделал? Земляничную поляну. А, по Бергману. По Бергману. Но, тем не менее, все равно я скажу про «Современник», где твоя все-таки основная работа, в связи с тем, что, я так понимаю, там и жена работала, и работает, или работает, я не знаю, и Виктор Анатольевич Рожаков, который сейчас перешел в какой-то другой статус, я так понимаю, в театре, в связи со всеми событиями, которые происходят в театральном мире России. И как тебе, вот, работающему в одном из самых известных легендарных театров в Москве, ты приезжаешь и работаешь в Даугавпелсе? Что для тебя вот такое сочетание? Это не потому, что я там хочу сказать, что там хорошо или там плохо. Что в каждом из этих мест интересно, и что в каждом из этих мест вызывают твои какие-то преодоления, каких-то задач, которые там каждый раз новые, например. Как вот, как для тебя работа в разных таких... Потому что я прекрасно понимаю, что, да, современник – это центр Москвы, это огромная аудитория, это бесконечная традиция всей второй половины XX века, и Даугавпелский театр, который живет в небольшом городе, где довольно маленькая аудитория, где другие принципы вообще существования театра вне столичной жизни. И плюс еще там, да, вот это вот сочетание разных языков. Мы говорим про латышский, русский, и плюс еще латгальский, который там существует, да, язык. Я издалека начну. Я однажды участвовал, благодаря Лаевскому, участвовал в лаборатории в Нарве. Олег Лаевский – это один из кураторов современного российского театра, да, который много работал в Эстонии на площадке Ваба-Лава, и в Нарве делал фестивали. В общем, это все связано еще с новой драматургией, с лабораториями, с эскизами и так далее. Да, с Ау... Вот мы вдвоем почему-то были, два режиссера, я и Ауг. Юлия Ауг, да, которая сейчас живет и работает тоже в Эстонии. В Эстонии, да. И там, поскольку нет труппы в этом театре, это свободная площадка, и куратор Мерт, наверное, ты знаешь его, он собрал разных артистов из эстонских театров. И так получилось, что он собрал лучших для лаборатории. И мне это очень удивило, потому что изначально было понятно, что ничего из этой лаборатории не выйдет. Долгосрочно. Да, там не будет репертуарного спектакля, эти артисты не будут туда ездить все время играть. То есть это разовая акция была. И меня так удивило, что ведущие эстонские артисты приехали играть в этой лаборатории, в которой за пять дней что-то непонятное получится, и в топку. И я после уже, когда мы сделали эскиз, мы выпивали на банкете с артистами, и я у одного парня, взрослого уже парня, спросил, зачем тебе это нужно? Ты там ведущий артист, зачем ты приехал сюда? И он мне ответил, что я очень часто артистам теперь рассказываю. Он мне сказал очень просто, я люблю играть. И для меня, больше ничего не нужно было объяснять, я все понял, ему все равно, он любит играть. То есть для него важен само состояние театра, процесс игры, подготовки, работа игры. Да, и вот то же самое для меня, я не хочу сравнивать себя с ведущими эстонскими артистами, я не ведущий, ну по крайней мере, хотелось бы им быть, конечно, но это пускай другие сутят. Я просто делаю то, что я очень люблю, поэтому мне нравится, конечно, прекрасно это делать в ведущих театрах, но в Далковпилском театре в чем-то даже мне нравится больше, потому что на меня не накладывают какую-то невероятную ответственность за мое нахождение вообще там, и тем более за работу. Я совершенно себя свободно чувствую, мне не нужно все время себе что-то доказывать, другим что-то доказывать, мне не нужно оправдывать свое право работать в этом театре, тебе никто не говорит все время о традициях наследия и об ответственности этой с артистами по-другому. Ну не знаю, я вот если, если бы меня спросили, где мне даже комфортнее, ну хорошо, мы не говорим про комфорт, мы говорим, хорошо, тогда давай поговорим про амбиции, все равно же у тебя, как у любого художника, существуют твои творческие амбиции. Если мы отложим ситуацию комфорта, ответственности, попытки доказать себе что-то, если это касается только творчества, для тебя все равно с какими актерами работать, все равно на какой площадке работать, все равно для какого зрителя работать, или все-таки в этом есть какая-то разница? Я думаю, что эта разница только вот в зоне эго лежит, в остальном разницы никакой нет. Что здесь, что там в России, я работал во многих региональных театрах, в разных городах, и я понимаю, что если я, во-первых, мне интересно, что я могу что-то дать, для меня самое ценное, что для меня, когда я уезжаю, например, из театра, мне артисты говорят, что спасибо за то, что ты, и дальше что-то мне говорят, например, научил нас этому, или дал нам это, для меня вот это, например, самое большое счастье. Такое происходит гораздо чаще в региональных театрах, чем в столичных. в столичных мне редко говорят спасибо, что ты нам что-то дал, потому что у них уже все было. Гораздо сложнее им что-то дать. Ну, если и такое происходит, то это вообще, это вообще счастье. Вот, наверное, это самое главное. Что касается амбиций, наград, премий каких-то. Нет, лично для себя достижения. Это и в регионах работает точно так же, а может быть, даже лучше иногда. А ты много ставил в регионах, да? Да, я очень много работал в регионах, поэтому в плане амбиций это только эго, что мне приятно себе сказать, что да, я работаю, даже сам произносишь, я где-то сейчас ставишь, у тебя кто-то спрашивает, только в такие моменты я чувствую какую-то гордость, когда мне говорят, где ты ставишь? Я говорю, в театре на Таганке. И чувствую гордость. то есть это скорее вовне, чем вовну, чем вовну. Да, да, когда я сам собой, мне все равно. Как ты выбираешь пьесы для постановок? Или темы, вот как ты сейчас придумал для Даугавпилса? И предыдущая твоя работа, это была пьеса Данилова, человек из Подольска, она тоже довольно ужасная, на мой взгляд. Ну да, 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 конечно. Мне часто задают этот вопрос, я никогда не знаю, как на него ответить, так, чтобы выглядеть умно. Я не знаю. Ну хорошо, мне выглядеть умно. Я не знаю, Женя, это очень спонтанно, очень эмоционально, и это зависит всегда от обстоятельств, в которых я нахожусь. Иногда это обстоятельства, исключительно мои, какие-то эмоциональные, связанные с моим отношением, с... С каким-то текстом. С текстом, с людьми, ну просто состоянием, в котором я пребываю. Иногда это связано с внешними обстоятельствами, и тогда это может быть более какой-то такой концептуальный, головной такой выбор. Всегда по-разному, нет никакой системы. Ну хорошо, вот когда ты работаешь, приезжаешь куда-то и делаешь спектакль, впервые встречаясь с актерами, понятно, вы это все равно обсуждаете тоже с руководством театра. Вот сейчас Далгов пил, если ты работаешь в театре, в котором ты уже много работал и знаешь всех людей, кто там есть, и знаешь всю труппу, все... Связан ли выбор материала, который ты делаешь, уже с тем, что ты знаешь, с кем ты будешь работать? Актеров ты каждый раз набираешь снова, или ты все-таки предпочитаешь, наверное, в Далгов пился работать с теми, с кем ты уже работал? Всегда, если я ставлю второй раз в каком-то театре, потому что первый раз ты никогда не знаешь, что тебя ждет, но на второй раз, конечно, всегда ты рассчитываешь уже на конкретных артистов, и в Далгов пился, предыдущие мои спектакли, все были как раз на этом и построены, то есть я сначала представлял себе, с кем даже, может быть, я хочу поставить, и в Далгов пился есть актрисы, с которой я почти всем... Она играла во всех моих спектаклях, кроме этого, Жанна Лубгана. Но не в этом случае, потому что я так совпало, что я ни разу не делал спектакль с латышской труппой в Далгов пился. Это первый мой спектакль с латышской труппой, поэтому почти все артисты, которые у меня заняты сейчас, несмотря на то, что я там сделал уже почти 6 спектаклей, я ни разу с ними не работал. Поэтому можно сказать, что я первый раз там. Ну, то есть у тебя такое... Снова ты входишь в это пространство, в Далгов пиловского театра, в этот коллектив, но уже немножко с другой стороны, как будто бы захочешь. Да, это очень приятное ощущение, что я вроде прихожу в те же стены, но работаю с другими людьми. Скажи, пожалуйста, а вот по поводу художника, композитора, с кем ты будешь работать, расскажи про них тоже. Потому что мне кажется, для такого спектакля, как спектакль на тему страшных историй, это довольно серьезная часть работы. Да, у меня, мне кажется, очень мне повезло с командой. У меня очень сильная команда получилась. Художник Андрис Эглейтис, это очень известный в Латвии художник. Он в меньшей степени, наверное, сценограф. Он делал уже работы как сценограф и в опере, и в Амберском театре. Но это его не основной хлеб. Он все-таки художник. Он даже заведовал, если я не ошибаюсь, в кафедре живописи в Максос Академии. И он много делает объектов из дерева. И вот у него последний, например, невероятный объект, он построил 10-метровый куб из старых досок, которые он собрал по разным заброшенным домам и сараям, и построил из этих досок деревянный куб, в котором концерты происходят. То есть какие-то он делает невероятные деревянные объекты, очень красивые. И мне показалось, что вот как раз он может принести в наш спектакль вот это вот ощущение именно не просто ужасы, потому что ужасы, когда мы говорим ужасы, представляем сразу какие-то американские фильмы ужасов, какие-то стереотипы с ними связаны. Мне все-таки хотелось немножко чего-то этнического, такого ощущения, что это именно здесь, про здесь. и вот он как раз предложил очень интересную, интересную концептуальную такую сценографию. Я надеюсь, что она получится очень красиво, и она тоже вся из старых досок будет, из старых. Там будут разные объекты деревянные, его как художника, какие-то скульптуры деревянные внутри этого пространства. Композитор Платон Буровицкий, тоже очень востребованный в Латвии. Я не перестаю следить за тем, как он в Фейсбуке. Вместо того, чтобы нам музыку писать, все время дает концерты. У него недавно был большой проект в рамках фестиваля Homo Nois сейчас. Да, да, да. На стихи Хармса, да. Я до этого с ним не был знаком, но мне все-таки такие совпадения нравятся, когда мне совершенно независимые друг от друга люди говорят, ты должен с Платоном поработать, ты должен с Платоном поработать. И я загугли вообще, кто такой Платон, и был поражен, насколько он делает то, чего я именно жду в театре. Мне очень нравится просто то, что он делает. Мне кажется, что он большой композитор, таких мало. И художник по костюм Инга Бермака. Она очень много работала в Далковском театре, и хорошо знает актеров всех, да? Актеров, и то, что там. Потому что у нас тоже интересная задача. Мы решили ничего не шить, ничего не покупать, а сделать все из старого материала, старых вещей, которые мы нашли и в складах театра, и в каких-то домах заброшенных, мы собираем из такого вторсырья, собираем наши костюмы. Ну, понятно. Такой еще экологический театр будешь делать. Ну да. В какой-то степени. Ясно. Ну, хорошо. Давай тогда желаю тебе удачи. 1-2 октября «Даугавпилс» Большая сцена, премьера нового спектакля с потрясающей, интересной командой. Мне, конечно, важно задать тебе вопрос, но ты можешь на него, как бы если тебе сложно, я понимаю, что сейчас не все в самой легкой ситуации. Сегодня, на сегодняшний день для тебя возможность продолжения работы в России, она существует, или все-таки ты понимаешь, что это как-то идет в сопротивление с тобой? Понятно, что есть семья, понятно, что есть учитель, но продолжать работу, вот как для тебя это все, как для тебя этот выбор сейчас состоит? Потому что для меня это, например, важная история. Поэтому я вот хотела тебе задать такой вопрос, потому что, ну, каждый принимает свое решение, и, ну, это действительно очень сложно. Если ты уже там много сделал, тебя ждут, тебя любят, все равно ты понимаешь, что ты там делаешь какие-то хорошие и важные вещи в региональных театрах, делаешь современную драматургию, какие-то новый театр продвигаешь, и современник, и таганка, это понятно, что это очень важные вехи в твоей биографии. Но вот в ситуации такого разлома, в котором мы сейчас живем, как для тебя вообще? Или ты берешь паузу, или что? Как ты для себя это решаешь? Ну, во-первых, сейчас такое время, что очень сложно, очень сложно в чем-то быть уверенным до конца, потому что я за вот это время, за там сколько уже? Больше, чем полгода. Больше, чем полгода. Я менял бы свои решения, в чем-то был принципиально, в чем-то нет, и это постоянно менялось, потому что все время что-то происходит новое, и все на тебя влияет, и ты каждый раз думаешь, нет, никогда, а потом вроде бы по-другому, и потом снова никогда, и поэтому это вот очень такой сложный процесс, и поскольку говорит, что невозможно быть уверенным в завтрашнем дне, мы не знаем, что будет завтра. И как бы раньше это звучало так философски, то есть сейчас-то настолько реальным стало, что действительно не знаем, что будет завтра. Поэтому вот на данном этапе, как ты говоришь про выбор, ну, выбор делают за меня, потому что, например, Виктор Анатольевич Рыжаков мой учитель и человек, который позвал меня в театр, с которым я работал, и всегда думал, что я работаю с Виктором Анатольевичем, его уволили. Я должен был еще год назад, договаривались с тоже моим приятелем Азаровым, с Театром Виктюка, о нескольких проектах, и Дениса уволили. Я не вижу возможностей. Ну, то есть это для тебя связано с тем, что пространство сужается, и в этом пространстве тебе нет места? Ну да. Ну, хорошо. Спасибо тебе большое. Еще раз, называй даты, называй название спектакля, куда ехать, стоит ли ехать вообще в Даугавпилс, потому что ты сейчас рассказал еще помимо театра, что там есть еще, и что посмотреть в самом городе. Так стоит ехать в Даугавпилс, обязательно все, кто не был в Даугавпилсе, должны обязательно туда приехать, потому что это очень интересный город, он не похож ни на один город Латвии, это правда нечто удивительное, он как будто особняком стоит, но в этом и есть что-то удивительное. В нем есть крепость, которая массив просто каждый, это невероятное сооружение. По музеям Ротко, да. Музей Ротко, она сейчас постоянно восстанавливается, реставрируется, там сейчас очень много зданий восстановленных с музеями, но в принципе вот увидеть вообще эту мощь, это что-то невероятное, те, кто не были, должны просто поехать посмотреть. Вообще, да, купился в очень любопытный город. Ну хорошо, смотри, мы с тобой на русскоязычном радио, у вас будут титры на русском языке на спектакле? Нет, титров у нас не будет, а зачем? Ну, все-таки в истории ужасов, наверное, там лексика не самая простая для людей, которые не очень хорошо знают латышский язык. Там же сюжетные какие-то сказочные ходы, наверное, еще что-то, какие-то присутствуют персонажи, которых даже не знают, что это слово значит. Ну да, там есть в некоторых рассказах, поскольку у нас все рассказы разного времени, в старых рассказах довольно тяжелый язык. Да. И даже я очень хорошо знаю латышский язык, с трудом продирался сквозь него. Но это же чтение, а театр есть театр, и мне кажется, что не обязательно, ну, если ты не поймешь какое-то слово конкретно, там, одно, два, три, ты все-таки смотришь театр. Ну хорошо, для русской публики будете придумать какой-то синопсис или еще что-то раздавать на руки, чтобы было попроще? Или надо преодолеть сложности и идти смотреть спектакль так? Мне кажется, ну, у меня с не было таких планов, я думаю, что надо идти просто и смотреть. В театре я смотрел театр, на языках которых я не знаю, и... Ну да, это правда. Если театр... Ты смотришь во Францию и смотришь спектакль на французском? Если спектакль получается, и он хороший, то можно вообще ничего не понимать. В языке ты имеешь в виду, но понимать при этом театр, который существует выше, ну, как бы там много уровней, помимо языка. Ну, а тем более здесь, если вы не поймете несколько слов, от этого... Ситуация сильно изменится. Ну, значит, 1-2 октября, премьера в Долговпиловском театре режиссера Георгия Суркова с интересной, действительно, очень творческой командой вместе и с актерами Долговпиловского театра. Спасибо большое. Слушайте программу. У нас будет перерыв на следующей неделе. Может быть, меня выведут в эфир из фестиваля в Румынии, на который я еду смотреть новый театр Восточной Европы. Ну, и потом будем видеться снова здесь. Спасибо. Спасибо. Радио Болткома.